В шарах не слышен только преск, барабах, не свольте искупаться, вот так вся жизнь, то нищета, то блеск, к луга, вверху мокрому деваться. Ура! Ура! А громче! Ура! 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 Разве так встречают царей! Аплодисменты его величеству! Им бы в цирке выступать, но их призвание – спасать людям жизни. Мест, куда бы не смогли добраться и оказать помощь сотрудники МЧС, практически не существует. В этот раз они спасали, правда, не людей, а награды. Медали прилетали буквально с неба и падали на дно морское. Оттуда их поднимали водолазы. К пьедесталу почета золото и серебро спускали с высоты с помощью пожарного рукава и навесной переправы. Доставляли на внедорожниках и скутерах. В операциях участвовали также специалисты конно-кинологического подразделения. Сочинские спасатели Церемония закрытия международных соревнований превратилась в показательное выступление сочинских спасателей. Участникам, пока еще не профессионалам, продемонстрировали все то, чему они тоже должны научиться, в случае, если все-таки выберут эту профессию. А то, что юные спасатели уже умеют, они смогли показать за две недели соревнований, которые оказались весьма нелегкими. Хозяева постарались и создали максимально сложные условия для того, чтобы каждый из вас мог проверить свою готовность на сегодняшний день к действию в экстремальных ситуациях, чрезвычайных ситуациях или просто в сложных ситуациях. Участники соревнований – юные спортсмены и туристы, которые мечтают стать спасателями. За две недели они прошли десятки этапов, но в один голос заявляют, что самым сложным стал маршрут выживания. Оказаться на первом месте в общекомандном зачете ребятам из Красноярска во многом помогло удачное прохождение именно этого этапа. Маршрут выживания, который был очень сложный, где было много сюрпризов, где ты приходишь на этапы, ты не знаешь, что тебя ждет, и в итоге ты это делаешь, и делаешь успешно, удачно. Это мотивирует дальше на дальнейшие этапы. А вот для некоторых мотивацией к победе стал сочинский пейзаж. Команда из Мариэл, которая выступала за Россию в международном зачете, заняла первое место благодаря морю. Было очень тяжело, конечно, старались как могли, тренировались долго, настраивались только на победу. Свежий воздух, море, то, что знаешь, что в море бегаешь. Настроение понимается, хочется больше бегать, еще настроение есть. Второе место заняли ребята из Казахстана. Бронза у команды Белоруссии. Школа безопасности сегодня один из самых крупных молодежных проектов, который организует МЧС России. Спасателями участники могут и не стать, но все они теперь знают, как вести себя в экстремальных ситуациях и оказывать помощь пострадавшему.